Очень хорошо представила меня сейчас Татьяна, я рада встрече с вами и прошу поставить десяточки, если меня хорошо слышно. Поставьте, пожалуйста, чтобы мы видели и слышали друг друга хорошо, да? Так, десятки есть, хорошо. Итак, дорогие мои, о чем сегодня будет речь? О душе. Друзья, мы с вами все имеем не только тело физическое, то есть кто же имеет, собственно говоря, тело, да? Кто имеет тело, кто имеет душу? Мы говорим, я имею душу, то есть, значит, есть где-то я, а потом мы говорим, это мое тело. Значит, есть кто-то, кто заявляет свои права на наше, на свое тело, он говорит, мое тело. А ну-ка, давайте мне сейчас активно начинаем работать. Как же вы думаете, кто такой я, говорит? Кто это я? Буду ждать ваши осознанные мысли, да, осознанные. Сумели осознать? Оболочка наша. Оболочка какая, где здесь, где-то, где она? Кто такой я? Так, нет вариантов, да? Люди задумались, потому что на самом деле сложно понять, кто же это я. Да, а давайте мы с вами пойдем к осознанию немножко с другой стороны. Я говорю сегодня о душе, о душе. Но душа это что? Это комплекс программ. Программы, которые мы изначально имели, некие пустые, так сказать, матрицы. Пустые, вот, как сотые, как ячейки. И дальше мы начинаем, что делать? Заполнять эти ячейки энергиями, которые вырабатывает кто? Кто вырабатывает? Тоже не знаете, да? Так вот, мои дорогие душа, посмотрите, когда происходит рождение человека. Что происходит такого важного, что человек, родившийся ребенок, обладает уже сознанием, уже обладает каким-то сознанием, уже обладает каким-то характером, правда? Вот вспомните, что вы знаете, что детки все разные, хотя воспитываются, например, в одной семье. Но дети абсолютно разные. Один может быть активный, другой может быть, ну, какой такой флегматик, да, то есть совершенно разные. То есть есть кто-то, кто принял вот такое тело физическое и уже дальше живет в этом мире. Ну, друзья мои, давайте посмотрим, как это все происходит. Может быть, кто-то уже слышал, а для кого-то это будет открытие сегодня. Кто же живет через наши тела? А живет сам Творец, сам Творец, и мы как представители, как вот наши тела представляют Творца на планете Земля. Его представляют и животные, его представляют и растения. Но у нас есть особая миссия, у нас есть то сознание, та искра, тот Божий Дух, который наиболее близкий к Творцу, который получил права на этой земле представлять Творца и изменять, изменять мир. Могут ли изменять мир так растения, как мы это делаем? Нет. Животные не могут, но у нас есть, как говорится, особая грамота, да, особые свойства, особые качества души наши, да, души наши с чем-то внутри, с Духом Творца внутри наших душ. И вот далее, получив задание Творца, согласовав, как говорится, сам с собой, да, душа, вот некое осознанное существо, начинает воплощаться физическое тело, получив программу жизни. И все мы имеем свою программу жизни. И все мы не будем долго рассказывать, для чего мы это делаем. Ну, смысл только в том, чтобы наработать опыт определенный и наработать качество души. А скажите, пожалуйста, какие качества души необходимы Творцу? Кто хочет написать? Вот как вы считаете, что надо Творцу? Что мы можем Творцу дать? Вот здесь, побывав на земле и увидев, что здесь происходит, как-то реагируя на этот мир, что же надо Творцу, какая энергия пойдет ему. Ну-ка давайте, я хочу увидеть, что вы думаете, думающие души, думающие. Правильно, Женечка, энергия любви, правильно, да. А, остальные тоже можете не стесняться писать, потому что хочется увидеть, что вы тоже и слушаете, и понимаете, о чем я сейчас говорю. Конечно, энергия любви. Почему энергия любви? Только с этой энергией. Эта энергия идентична Творцу. Помните, что в Библии говорится? Создал Бог землю, создал Бог небо. Каждый раз он что говорил? И это хорошо. Что он чувствовал, что он сделал что-то хорошее. Да, он чувствовал, он говорил, и это хорошо. Так вот, критерий, критерий того, что вы делаете правильно, будет вот это чувство. Вот вы дома, допустим, что-то, женщины, готовите. Готовите еду. Когда у вас после того, как вы приготовили, когда вы дали своим близким, осталось ощущение, это хорошо, вот это чувство с любовью, вы приготовились с любовью, накрыли на стол, с любовью все покушали, да, вот у всех останется чувство, и это хорошо. Хорошо, вот это культивация энергии любви. То есть, когда вы в радости это делали, в радости и любви, по вере вашей будет вам дано. Да, это из Библии, конечно, Танечка. Вот благодарность и любовь. Оля говорит, правильно, вот эти качества мы должны в своей душе культивировать, то есть все видать. Только с этими качествами, когда мы наберем нашу ячейку, во все-все-все ячейки души наберем энергии, но присутствием энергии любви, а какие мы энергии будем набирать? Во всяком случае, энергии осознания, осознания того, что мы делали. Вот смотрите, мы, допустим, здесь учимся мыслить логически, да, какие-то выводы делать учимся на этой планете Земля. Нельзя, находясь во сне, не имея никакого опыта, сделать какой-либо вывод о чем-то, что хорошо или что плохо. Для чего мы это делаем здесь на Земле? Для того, чтобы была осознанность. Не то, что так можно делать, а так нельзя, и нас на это закажут или похвалят. А у нас должна быть осознанность, что когда мы создаем что-либо с энергией любви, мы создаем, мы творим. Ну, а если уже есть люди, которые все делают, допустим, даже готовят кушать, и в это время думают там, вот такой-то ребенок, кто-то неплохо сделал, и так-то, так-то, еда получается невкусная. Почему даже говорят, у одной хозяйки вкусная еда, у другой невкусная, да. Вот делали все то же самое по одному и тому же рецепту. Ну, как придешь в один дом, заходишь, чистота какая-то, знаете, не то, что там сильно хорошо убрана или богатый дом, а вот чистота чувствуется в воздухе, да, вот эта энергия чистоты. А у другого зайдешь, стоит золото, а находиться там не хочется. Понимаете, о чем я говорю? То есть мы культивируем энергию в душе для чего? Вот послушайте, что происходит дальше. Набираем, расскажу немножко о душе вам сейчас, потому что, ну, ваша аудитория этого не слышала никогда. А я уже начала об этом тоже говорить. Душа наша воплощается, вот кто создает души, во-первых, только творец, только творец. Это вот такие небольшие, получается, конструкции энергетические, которые потом в дальнейшем будут заполняться энергиями. Энергии какие будут? Вот то, что мы наработаем в жизни, что мы узнаем? Что мы узнаем? Узнаем любовь, безусловно, она там будет записана. Узнаем какую-то ненависть, она будет там записана. Узнаем благодарность, будет записана. Нежность, будет записана. Вот это все мы там будем иметь, в этой душе. И вот 10 воплощений душа будет, находясь на планете Земля, предоставлено право выбора. Делай, что хочешь. Вот что хочешь, какие хочешь энергии, хочешь занимайся творчеством, рисуй, пляши, спортом занимайся. И вот пока ты все это будешь делать, ты будешь как-то реагировать на внешний мир, ты будешь каким-то собственным внутренним миром выделять энергию. Вот эти энергии будут записаны в душе. И дальше, через 10 воплощений, творец, ну, есть помощники и творца, да, на тонких планах, и творец посмотрит, хорошо, а что же вы делали? И увидит, он скажет одной душе, и это хорошо. Потому что увидит там, все это человек делал с любовью, с радостью, с любовью, стараясь привнести частичку созидания во все, что он делал, скажет, и это хорошо. И будет тогда эта душа ходить под Богом, то есть под его опекой, под его началом, под его прикрытием, как говорится, да? То есть Бог сам будет всегда охранять такую душу и будет взращивать в своей иерархии Бога, будет взращиваться такая душа. В другой душе, посмотрев, не найдет Бог там ничего того, что он ожидал увидеть. То есть какие-то негативные качества будут превалировать, их будет больше. Какие? Вы же знаете, что очень много людей какое-то злорадство выделяют, да, зависть выделяют. Даже те же обиды, это туда же относится. Обиды. А ведь вы все обижаетесь, друзья мои. То есть имеют на это основание, не имеют на это основание, но обижаться все любят. Вот не так на меня посмотрел, вот мне правду сказал, а мне не нравится. Буду обижаться. Понимаете? Вот так же мы делаем, правда? Поэтому убирайте вот такие вот, пожалуйста, эмоции, обиды, потому что все это имеет на тонком плане темные серые цвета. И мы сегодня даже с вами, я хочу, чтобы вы посмотрели на свои души, мы сегодня обязательно с вами сделаем одну практику, когда вы посмотрите на свои души. Потихоньку еще люди подходят, поэтому я не тороплюсь с практикой. Я вам рассказываю. Вот так, мои дорогие. А что будет дальше с такой душой, если она будет набирать вот такие негативные энергии? Душа переходит под управление иерархии. Какой? Бога? Конечно, все под Богом, обязательно. Но это отдельная структура, которую в Библии называет сатана. В этой структуре ее возглавляет вообще Люцифер, и в этой структуре начинает подчиняться вот та часть душ, которая вырабатывала негативные эмоции, энергии, чувства, да? Мысли-формы, мысли-образы. Какие негативные? Еще раз говорю, чтобы вы этого никогда не делали. Зависть самая большая. Из-за зависти возникает много поступков негативных у людей. Какие? Предательства, обманы, а чувства изначально одно – зависть. Услышьте меня. Завидовать нет разделения. Хорошая зависть, белая зависть и черная зависть. Никакого разделения нет. Зависть – это отъем энергии у другого в свою пользу. Вот что такое зависть. Но если вы отнимаете у кого-то что-то, безосновательно, вам же никто не разрешал это делать, отняли у энергии у человека, значит, что? Должны возместить закон космоса, по которому мы живем. Знайте вы эти законы, не знайте вы эти законы, но он существует. И нельзя сказать потом Творцу, а я не знал, что нельзя завидовать, а я не знал, что нельзя ревновать, а я не знал, что нехорошо кого-то обвинять, лжесвидетельствовать. Не знал? Это не оправдание. Душа знала. Душа знала. Но человек делает вид, что ничего не знает. Понимаете? И как понять, вот, да, Оксана, да, спрашивает. Как понять, отняла энергию или не отняла? Если позавидовали, отняли. В любом случае. То есть нет такого понимания. У вас есть вот чувства внутри души. Вы всегда знаете, хорошо вы сделали или плохо. Совесть называется. Совесть. А вот теперь внимание. Вот это чувство внутри совести имеет только люди из иерархии Бога. Только эти люди. Они ее... Это как часть Духа Творца. Дух Творца говорит. Вот у тебя есть критерии того, что я требую. Понимаете? Критерии. Да не в Библии, собственно, описаны все. Но вы внутри это знаете. Вы уже проживали не первую жизнь. И вот если человек эти критерии прочувствует, то делать что-то не то. И вот говорят, кошки на душе скребут. Ну, нехорошо как-то, да? Вот это и есть, что вы делаете неправильно. Раз вы неправильно делаете, вы всегда отнимаете энергию. А вот если тут будет радость, радость, та, которая нужна Господу. Если выделяется радость, она может выделяться только при добрых делах. Только при тех энергиях, которые соответствуют вибрациям любви. И тогда будет радость. Любите? Смотрите. Люблю рисовать. Рисую, выделяю радость. Мне приятно, когда я рисую. Мне приятно, когда смотрят на эти картины. Мне приятно, когда даже говорят, что, ну, хорошая картина, кому-то понравилась. Вот человек получил энергию, когда посмотрел на красивую картину. Какой-то прилив сил возник у другого человека. Вот иконы так рисуются. Да, то есть художник вкладывает в икону, как бы, свои вот эти радость. Радость вложил. Другой человек пришел в церковь, посмотрел на эту икону с верой, с надеждой, с любовью. Получил какую-то вот энергию поддержки. Да, ему легче стало. Вот это и будет помощь другому человеку. Это будет энергия любви. Здесь вы даете. А раз вы даете, по закону космоса, вы будете получать подобные, подобные вибрации. Выдали вибрации страха. Вот смотрите, выбрали вибрации, выдали страх, получили страх. Выдали любовь, получили любовь. Вот вспомните у себя. Кто из вас, допустим, боялся, что что-то случится? Что потеряет деньги, там, или, допустим, брали кредит, и все дрожали при этом от страха, что вот долго буду отдавать, потому что вообще страшно просто с этим кредитом, но все равно беру. Вот было такое кто-то. И кто потом получил то, что он программировал в себя, вот когда он в этот момент думал, да, мне страшно, а потом, ну, я же знал, что вот так будет, что вот я боялся, не зря я боялся, да? Было, да? Таня пишет. Говорят, у денег темная энергия. Друзья мои, какую энергию вы вкладываете? Видите, в своих деньгах вот там и будет та энергия. Деньги, это не правда, что она будет обязательно темная. Деньги, это эквивалент энергии. Если вы работали честно, получили оплату в виде денег, да, которые потом поменяете на товары, для вас это энергия добра. Вы никого не обманули. А вот если человек запустил энергию обмана, кого-то, как говорят, кину, получил деньги, и что? Какую он энергию-то получил? Он получил ту энергию, которую человек другой, которого кинули, у которого украли, да, фактически, которую он выдаст вслед этим деньгам. То есть, а если вы получили, работали у какого-то, допустим, человека на предприятии где-то, хорошо работали, вам выдали зарплату, и когда идет выдача этих денег, то она сопровождается какими-то чувствами, мысли, формами, я вас благодарю, вы так хорошо работали. То есть, с удовольствием человек вам выплатил зарплату, вам только польза. Нет такого, чтобы однозначно были, деньги несли какую-то информацию, однозначную, для всех одинаково, такого не существует. То есть, мы немножко будем, вот, подходить к тому, к тому о душе, все о душе, все о душе, понимаете? Вот, и отношения с деньгами, что с вами происходит в жизни, опять же, имеет полное-полное отношение именно к душе. Я не буду там перечислять свои регалии, просто показывать вам картинку, да, что есть специальное разрешение Министерства здравоохранения лечить, вот, специальный дозвью, это на Украине выдано. Подтверждение, аттестационно-экспертные заключения, выясновок, да, что имею способности к ликуванию, к лечению. Посмотрели и пошли дальше. То есть, смотрите, люди по-разному выглядят. Когда душа спускалась в этот мир, она обрастала оболочками, она спускалась в духовного плана, проходила кармический план, то есть, на кармическом плане идет запись абсолютно всего, всего, что происходило с человеком. То есть, на кармическом плане какие-то энергии там регулировали, что же человек, эта душа должна отработать в этой жизни. Прямо, прямо записывались на оболочки души. Оболочка души – это кармический план. Опускаемся ниже оболочка души. Информация, информация присутствует везде, на каждом уровне, да. Вот самые нижние оболочки – астральная, да, эфирная оболочка. Вот опускайся, опускайся, душа обрастает в каждой, каждой из этих оболочек. И в итоге входит дальше последняя оболочка – физическое тело, которое строится по эфирной оболочке. А эфирная оболочка что набирает? Она набирает энергии Земли, вот те, которые присутствуют, энергии на Земле. А посмотрите, если так подумать, а сама Земля какие оболочки имеет? Да точно такие. И эфирную, и астральную, и ментальную. И внутри всего этого, посмотрите, что есть. Мы говорим, тихия, Земли, воды, да. Это как сущности, которые живут на Земле. Вода, Земля, огонь. Глобальные сущности. Глобальные. И мы все имеем, вот, немножко от вот этих сущностей мы имеем их характеристики. Даже говорят, что вот у вас там нарушена стихия воды, допустим, в организме. Или, поэтому, какое-то там пищеварение, или стихия огня нарушена, тоже пищеварение может страдать. Понимаете? Вот, поэтому мы абсолютно состоим из всего того, из чего состоит планета Земля. Вот эти нижние оболочки. И только высшие духовные оболочки. Там, где находится дух Творца, дна, шедший в итоге, мы же как вестилище этого духа. Нельзя сказать, что мы с вами, это нечто, что-то отдельное. Если у нас есть один общий дух. Понимаете? Рука, да, одна. И пальчики. Вот каждый из нас, как бы это вот пальчики. Каждый из нас. Тем не менее, у нас есть одно что-то общее. Представляете? А мы все время привыкли разделять. А мы, и вот там Маня плохая, а вот та Ира хорошая. Потому что Ира все время мне говорит о том, что какая я умная и какая я молодец. А Маня мне все время говорит правду, которую слышать я не хочу. Понимаете? Так тоже тогда, в общем-то, больше пользы приносит. Да, задумались? Кто Маня или Ира? Кто больше дает пользы? Вот мы сегодня с вами будем искать ту правду, которая находится где? В информационном поле. Там записана вся правда про каждого. Мы одна суть. Вместе с планетой Земля. Одна целая суть. Все записано о каждой точечке. А мы эта точечка маленькая, вот физическое тело. И то, что мы тут творим, вытворяем, это все записано на информационном плане. Ушел, как мы говорим, человек, но ушла только одна из оболочек, физическое тело. А вот те высшие оболочки, они все равно остались, и они все равно несут информацию. О том, как прожил человек жизнь, что будет у него потом дальше, вся информация записана. И вот сейчас давайте мы с вами... А, я сначала хочу вам картинки показать. Я рассказала вам, в общем-то, об оболочках, да? Вот эту сейчас пока не будем обсуждать. Хочу, чтобы вы посмотрели, как выглядят души после развоплощения. Вот так они выглядят. Их можно сфотографировать, эти души. Это фотография цифровой камерой. Фотографировал один шаман, он же физик, он же там руководитель одного института, то есть имеет научную степень, пока фамилии не называют, да? Ну, это Новосибирск. И вот он говорит о том, что каждому человеку, каждому, есть вот такие подсоединения душ. Ну, он считает, что это души родственников. И он даже говорит, там не одна душа подсоединяется. Души родственников, души родственников, предков. И человек как бы их питает. Друзья мои, немножко я другую вам дам информацию. Вот посмотрите, никого не должно быть. Никого. Никаких душ, которые бы питались вами, вашей энергией не должно быть. Почему? Потому что вы иначе теряете свою силу. Иначе вы, вы думаете, что энергетический сгусток, не обладающий материальной формой, вот такой физическим телом, в состоянии решить ваши здесь проблемы. У него энергетики на это не хватает, потому что он находится сейчас не в своем месте, а должен находиться на тонких планах выше, чем астральный план. Если это, допустим, душа должна попасть к Творцу, она должна подняться выше на духовный план, и там существовать, ее место там. Если душа находится вот здесь, рядом с вами, у нее нет той энергии для существования, потому что она не поднялась, чтобы ее взять высоко, она находится где-то на астральном плане. Ей нужна энергия. Подняться у нее нет сил. Какая энергия? Духовная нужна. Она пытается ее получить от людей, в основном от родственников. Пытается ее получить. Но родственники не выделяют такое количество высококачественной психической энергии, духовной. Они погрязли в своих проблемах, как обычно, в скандалах, там, в разбирательствах. Нет у них этой энергии, чтобы душа могла быстренько-быстренько подняться. Поэтому очень много душ остаются, остаются возле своих родственников. Больше им некуда пойти, они просто знают этих родственников. У них у самих не хватало духовной энергии, потому что, проживая эту жизнь, где-то материальный план затянул настолько, что привязал немножко эту душу к земле, к планете. Не было устремленности такой духовной. И душа могла задержаться. Очень часто остаются души, которые, допустим, умерли раньше своего срока, а еще много эфирной вот этой энергии, еще много неизрасходованной энергии астрального плана. То есть не своевременно, еще не израсходовала душа ту энергию, которую получила с момента рождения. Поэтому она тоже остается и какое-то время болтается на планете Земля. А дальше что происходит? А дальше человек, которому эта душа находится близко, чувствует упадок сил. Не хватает у него вот этой ощущения свободы. Человек как будто, знаете, зависает в каком-то состоянии, ничего не могу делать. Бывает такое. Кто такое состояние чувствует? Ну-ка, пишите. И мы будем вас сейчас сразу будем тестировать. Мы начинаем с вами сразу тестировать. Я вам дала немножко вводной информации, чтобы вы могли осознанно подходить дальше к тому, что мы будем делать. Таня пишет, да. И помочь правильно? Я буду рассказывать, как помочь правильно этим душам. Так. Ну, пишите пока. Таня. Вот данного Танечка. Господи, благослови нам сегодня тестирование. Вот Таня. Информация всех. Где Таня, где есть информация о причине нехватки жизненных сил. У Таня, есть такая причина, конечно. То есть она тестируется у вас. Смотрю, причина в теле нет. В теле такой причины нет. Внешнее воздействие. Вот так не тестируется. А подсоединение, подсоединение, по которому идет, уходит, уходит энергия, есть. Мы посмотрим. Давайте, вот у Тани. Души родственников подсоединенных? Нет. Нет. У вас есть просто подсоединение, не родственников. Я смотрю. Души чужих людей, то есть не родственников. Вот такие у вас есть. Количество. Один, два. Вот у вас две таких души берут у вас энергию. Когда они подсоединились? Ну, то есть хотя бы одну из душ. Когда подсоединились? Год назад подсоединение было, два года назад было, а пять лет назад было, а во время рождения не было, а десять лет назад было. Пятнадцать. Да. Двадцать. То есть давнишнее, понимаете, уже давно кто-то находится рядом с вами, уйти не может. А что надо делать? Надо проводить эти души. Особенно, это не родственник. Где-то вы были во время похорон кого-то. Нет. Это совершенно были чужие люди. Совершенно. И что они у вас, какую энергию пытаются у вас вырабатывать, чтобы у вас взять? Не хватает, да, энергии любви, но они более низковибрационную обычно провоцируют человека. Ну, это можно потом отдельно тестировать, чтобы я могла больше людей протестировать. Ира пишет, у меня так и есть сейчас. Да, ну я поняла, что вот вы, а нехватка энергии, да? Я просто всех не буду, но хотя бы, так, несколько человек. Хорошо. Ира, вот, причина нехватки энергии есть. Смотрю. Подселение душ, да. Подсоединение, да, душ, есть. Подсоединение родственников, нет. Чужеродных душ, совершенно верно. Есть чужие. Души людей, людей. Понятно? А количество у вас таких душ? Одна есть. Вторая есть. Тоже две. Понятно? Можно посмотреть. Десять лет назад подсоединение было. Пятнадцать лет назад было. Двадцать лет назад было. Тоже давно. А вот теперь представьте, вот так давно кто-то постоянно, регулярно берет какую-то часть вашей энергии. Что тогда человек в состоянии в этой жизни сделать? Ну, ничего, понимаете? Ничего невозможно. Поэтому получается, там не сложилось, а бывает еще. Знаете, что интересно? Вот такие души очень часто приходят женщинам ночью. Женщина спит и видит, что приходит, как бы, жених какой-то, либо просто приходит поцеловаться. Вот напишите, не стесняйтесь, напишите, кто такое видел ночью во сне. Я просто чуть пропущу сейчас чат, а потом вернусь. Хочу увидеть, кто видел такое. Так, Таня, вот было. Да, Оксана. Вот, смотрите, сколько людей пишут, что это было. Это не единичный случай. И не только целоваться. Да, и сексом занимаются. Я, честно, вот однажды видела, мне прямо показывают, у меня же есть небесные учителя, да, вот, которые меня очень во сне хорошо обучают. И вот мне однажды показали, это называется во сне в духе быть, то есть я прямо вижу, как там иногда учебные залы вижу, как идет обучение, а это мы стоим с учителем перед домом, такой многоэтажный дом. И, значит, на каком-то этаже высоком я смотрю, в окно влезает мужчина, ну, парень как будто такой, без одежды, ничего нет, рожки торчат у него, рога. И я смотрю, я говорю, боже, это же бесы залезли, а там девушка молодая живет, я знаю, то есть, как бы, там в духе все это понятно. Я знаю, что там девушка молодая живет, и туда этот бес полез. И учитель говорит мне о том, что, я говорю, так, что это, вот так вот ходят по ночам эти бесы к женщинам, он говорит, да. понимаете, то есть, обучение вот такое показывает, как это происходит. Поэтому ничего удивительного нет, кроме душ людей, еще существуют на тонком плане различные вот такие сущности, да, их называют, церковь же говорит об этом, весы, которые входят в иерархию дьявола. кому служит душа, если она служит вот той иерархии, она бесом этим в итоге служит. Вот эти бесы имеют к ним доступ, в итоге энергию берут. Понимаете? Достаточно только один раз делать какую-нибудь порчу кому-то, вот допустим, человек делает кому-то порчу. Все. Уже иерархия дьявола имеет право к нему подсоединиться и по полной качать у него энергию. Вот откуда идет отсос энергии, почему человек чувствует себя часто обесточенный, сам натворит дел, разрешит фактический доступ вот этим силам негативным, а потом говорит, а что я такой невинный, за что мне вот то-то, то-то, то-то? За то, что ты сам когда-то создал. Ничего другого. Закон сохранения энергии. Так. Так, хочу почитать, что вы мне написали. Так, Таня, да, и домовой, это все оттуда же. И получается, Таня пишет, что все делает наперекосяк, как будто кто-то управляет. Да, Таня, вам надо дойти ко мне на консультацию и работать, убирать вот эти гадости, просто отсоединять их, потому что я именно это делаю. тот, тот, кто не понимает, не может это делать, ну, ничего не сделать, никакая медитация здесь бессильна, то есть нет такой возможности, здесь совершенно другие энергии работают. Причем, я вам хочу сказать, чтобы работать с такими сущностями, соединять их, нужны специальные разрешения. Какие? Которые дает творец, и он показывает в духе, он дает мечи, ключи, даются разрешения, это все реальные вещи, учителя дают разрешение специально, и дается власть, дается в руки, вкладываются определенные силы, и только тогда можно с этим справиться. Человек, не получив ничего этого, в целительстве делать нечего. Понятно? Сейчас вернусь немножко. А у меня, Катя говорит, у меня, говорят, рядом сестра. Давайте посмотрим Катю. Вот Катя Бабаева. Информация всех генов Кати, где есть информация о подсоединении душ умерших. Такая информация есть. Отток энергии, получение. Вы получаете от сестры энергию в каком виде? Вы, сейчас я вам скажу какую, кармическую, вы отрабатываете ее какую-то кармическую задачу, которую сестра не отработала, она перебросила ее на вас. Вот что произошло с вами, Катя. Сестру надо провожать. Девочки, самое элементарное, что вы в состоянии сделать. Сорокауз, церквях, несколько церквей, три, семь церквей, сорокауз, закажите, пожалуйста. Потому что, если это особенно ваши родные, которых вы знаете, о ком вы заказываете, никогда не заказывайте, лишь бы что на кого-то, не дай бог вы на живого человека закажете, вы же потом просто не сможете существовать, потому что доступ вот этих иерархий к вам будет обеспечен. Понимаете? Не делайте таких вещей никогда. Это люди недалекие, которые, знаете, ушли в черную магию, которые уже так служат темным силам. Вот это они такие вещи делают. Они просто не знают о том, что будет с ними потом, что будет с их душами. И должна вам сказать такую вещь. Если вы думаете, что душа бессмертна, ну, вам ну, Шили сейчас говорят, души все бессмертны, то далеко это не так. Бессмертны души только из иерархии Бога. Только. А это 60% душ от тех, которые существуют сегодня на земле. А остальные, которые служат другой иерархии, если у них идет строгое подчинение вот своему руководителю, тот, который их обслуживает. Говорят, князь мы, да? Вернее, они его обслуживают. Они должны взять энергию где-то, чтобы передать этому своему, ну, там тоже своя иерархия, то есть непосредственному своему начальнику. Где они берут эту энергию? Они берут у людей из иерархии Бога. Для этого они делают всякие гадости, делают, пробивают там поля, тянут энергию, вот учат, вот возьмем энергию удачи у того-то, вот возьмем там энергию чего-то у того-то. В школах вот этих эзотерических учат иногда такому. Ну и все. И если такая душа, если даже человек из иерархии Бога так сделает, он уже будет подчиняться той иерархии. Но окончательно передается такая душа в иерархию дьявола на полное подчинение, если нарушает законы мироздания только после пятидесяти воплощений. Окончательно. Ну, могут и раньше передать, если совсем душа катится вниз, то есть идет полная деградация души. То, что происходит? Передают в иерархию дьявола. Потом эта душа получает задания, какие? Вот на земле вы знаете и убийств много, да? И всякие, ну, не хочется даже просто перечислять. То есть все, что делается непотребное, это все оттуда. Такими душами руководит без права выбора. Душа уже права выбора не имеет. Она просто как робот. Вот. Вперед и выполняй. Эта душа может воплощаться, воплощаться, воплощаться несколько раз. Но наступает момент, если душа все-таки совсем деградирует, то есть она становится настолько невежественной, настолько все энергии божественные теряет, эту душу раскодируют. Раскодируют. Не будет у нее никакого бессмертия. услышьте меня. Если вы раньше этой информации не знали, то сейчас, владея этой информацией, начните жить осознанно. Как бы ни происходила ваша жизнь, чем бы вы в свое время не занимались, даже если вы делали какие-то магии, даже если вы отнимали у других людей энергию, еще никогда не поздно, пока вы живете на этой планете, пока вы воплоти. Не поздно изменить ситуацию. Понимаете? Не поздно. Так, смотрим, что там еще нас пишут. Да, Оксана, в детстве духа вызывала. Правильно, духа вызывала что? Значит, брала энергию этих духов. Чем-то духи могут помочь, но тут же заберут взамен что-то. Понятно? А экстрасенсы, Ирочка, вот вы задаете вопрос, а как же экстрасенсы? Экстрасенсы бывают разные. Одни служат Богу, а другие служат другим силам. И не думайте, что все экстрасенсы служат Богу, даже если они говорят, что служат. На самом деле, и это уже известно, это можно и протестировать, 90% якобы целители, якобы служат иерархи дьявола, чтобы вы это для себя понимали. Не к каждому целителю можно идти. Если целитель работает энергиями Святого Духа, он работает Творцом. Если целитель говорит, что я работаю с каналом денежным, я работаю с каналом, как-то называет его таким-то, канал такой-то, канал такой-то, здесь нет прямого канала Творцом. Нет. Очень даже много сейчас подключений называют канал Рейки. Но канал Рейки изначально, это связь с Творцом, изначально. А люди сейчас подключаются, вот я тебе сейчас открою канал Рейки. Это уже сформировался Эгрегор. Просто Эгрегор, это как облако, энергоинформационное облако, Эгрегор. Ну, это уже никакой не канал Творца, не прямой канал Творца, а у человека должен быть прямой. Только тогда он может что-то делать. Если он работает через Эгрегоры, то никакого настоящего целительства, настоящего не будет. Эгрегор дал энергию, Эгрегор взял энергию. Дал на 10 копеек, взял на рубль. Почему? Ему надо жить. И у него есть те, кто его создал. Надо кормить тех, кто его создал. Любой Эгрегор. Когда вас начинают подключать под финансовые какие-то потоки, вы вроде бы сначала как-то раз, что-то такое, ой, там копейку получил какой-то финансовый поток. А потом вы отдаете больше. Кто с этим сталкивался? А ну-ка пишите мне сейчас, кто сталкивался с тем, что включался в каналы. Сначала было классно, а потом все полетело. Что это были за каналы? Хоть немножко напишите. Так, энергии Архангела. Волечка. Архангелы служат Творцу. Архангел Михаил служит Творцу. Это он работал над покорением сатаны. это он воевал сатаной. Он служит Творцу. Архангелом Михаилом работать надо. Надо. Потому что он помогает. Но вы не знаете, как надо. Так. Ну, Катя что-то пишет. Не сообщили о смерти сестры, и я с ним запрощалась. Что надо, Катя, вы идите в церковь, во-первых, как я вам сказала, делайте 40-у заказывайте. Все для сестры. А так вам надо, если она у вас до сих пор присутствует, привязана к вам, то значит ее надо отсоединять. Понимаете? Для того, чтобы отсоединить, надо установить портал Святого Духа. Поэтому портал, это делают только специалисты. Можете идти ко мне на консультацию. Мы с вами поработаем, и все будет замечательно. Почему? Я уже делала это неоднократно просто. У меня были такие случаи, ребенок плачет, да, то есть это не один случай, я просто это рассказываю как один из случаев. Ребенок плачет, маленький, и вот как бы все время боится чего-то, пугается, и боится из комнаты, там, из дома боится выйти. Что такое? Да, ребенок видит этих духов. Начинаю тестировать, говорю, вас двое ушедших людей, родственников, они, ну, того мы знаем, а второго не знаем, потом оказывается знают уже их второго, и вот протестировали точно, поработали, вот прямо на сеансе мы поработали, проводили их, ребенок перестал плакать, все, понимаете? Все, ребенок перестал, то есть эти души перестали приходить. Сорока тем, да, тем родным, которые ушли, чтобы энергетические привязки отпали. Отпадут, должны отпасть. Если вы закажете, за них будут молиться, ну, и сами молитесь, почувствуйте, что, да, кому-то это поможет, а кому-то надо прийти ко мне на консультацию. Архангелы берут плату. Конечно, Оля, берут. Каким образом? Ничто. вот вы когда что-то кому-то делаете, делаете какую-то услугу, вы, скажите, платите, то есть вам платят за эту услугу, или вы когда у кого-то услугу берете, вы же тоже оплачиваете? И не крещенных, и ко всем нас, да, всех абсолютно, причем тут крещеные, не крещеные. Ну, представьте, вот одно дерево, да, вот мы все с вами это одно дерево, и вот только разные веточки, причем тут крещенная веточка, вот скажите, тут не имеет никакого значения, крещенная веточка или она не крещеная? Поняли, Катя? Нет, нет разницы, мы все люди, и нет разницы, мы все души, и мы все там встретимся когда-то на самом деле. Так, Ирочка, на консультацию вот вам организатор будет давать ссылочку, и если можно, тогда можете дать сейчас уже ссылочку, чтобы попасть ко мне на консультацию. Вы по этой ссылочке там счетик выпишите, запомните свои данные, и организатор будет разванивать. Так, я там что-то сдавала вопрос, ага, вот все, дали вам ссылочку, хорошо. Оксана Валерина, помогите, пожалуйста. Так, а помочь в смысле в чем? Пожалуйста, приходите на консультацию, мы будем работать с вами, конечно, я помогу. Я для этого, собственно, консультации провожу. У меня очень, кстати говоря, я вам должна сказать такую вещь. сейчас до майских праздников, вот несколько дней, да, еще осталось. Вот, если вы хотите на консультацию, успейте, пожалуйста, попасть до майских, потому что потом я уеду, а все лето я опять буду проводить в таких местах силы, я буду уезжать, поэтому принимать не буду. Если есть у вас желание, постарайтесь ко мне попасть все-таки до майских, и там после майских праздников еще какое-то время тоже я буду, ну, до июня, до июня. Так, пойдем дальше, дорогие мои. Вот такие души я фотографировал вот этот шаман, о котором я говорила, он же физик. Это вот во время похорон одного, по-моему, поэт, я уже просто случайно не помню, кто это был, вот фотографирована была такая душа. А это я фотографировала, посмотрите, я запросила показать мне вот такие души и увидела, смотрите, вот эти шарики такие, да, прозрачные. Кто-то из вас тоже мог фотографировать. Вот это духи, духи стихии земли. То есть, дух, духов очень много, вот вы даже не знаете сколько, вы думаете, только души родственников могут подсоединяться, могут духи разные подсоединяться. Вот, их можно сфотографировать. А вот это не что иное, как Архангел Михаил со своим воинством. Почему? Потому что я попросила Архангела Михаила прийти ко мне со своим воинством. А я работаю в целительстве и всегда работаю именно с Архангелом Михаила. Он всегда приходит и помогает и отсекает этих всех сущностей и с мечами работает. То есть, я это вижу и видят ясновидящие, которые умеют видеть, они видят, как Архангел Михаил работает в это время. И вот вы видите, что в небе почему, почему вообще можно сфотографировать? Потому что ангелы светящиеся существа имеют свой свет. Если вы будете фотографировать звезды, они почему-то не фотографируются. Их невозможно сфотографировать. Ни на одной фотографии их вообще нет. Ну, то есть, невозможно. А вот когда я прошу именно Архангела Михаила, вот ангелов прийти, вот они прилетают, когда фотовспышка, да, отображается, свет отражается от светящихся ангелов, получаются вот такие концентрированные, да, шары. Поэтому можно сфотографировать. Вот такие в небе. То есть, смотрите, это не ночь, это уже как бы вечер просто. разные времена года. А это тоже как кошка прыгает за какой-то непонятно ночью, прыгает за чем-то. И я думаю, надо сфотографировать. Что же она там такое увидела? Фотографировала, казался вот такой яркий-яркий шар, то есть, какая-то душа. А это я просила тоже Архангела Михаила во время встречи с нашими там экстрасенсами, у нас была встреча, я просила прийти, поставить защиту и попросила сфотографироваться. То есть, когда его просишь сфотографироваться, не знаю, как кому, а он не разрешает его сфотографировать. То есть я фотографировала всегда вот с таких вот шариками такими. И вот это, потому что энергия Архангела Михаила вот такого голубого цвета, кто знает это, да, и у него ничьи тоже огненная такая энергия голубого цвета. И вот здесь тоже я просила просто Ангела поставить защиту, вот у мужчины перед грудью и над головой. Тоже такая. Кто-то тоже из вас мог фотографировать. Это тоже приезжала женщина, как раз у нас были работы на из Америки, английская терапия, то есть я у нее там обучалась в свое время, это несколько лет назад было, давно уже. И тоже фотография шарик, видите, такой в левой верхней части фотографии. А это фотографии душ возле памятников. Если там фотографировать, там столько этих душ, много, поэтому надо, в общем-то, не фотографируйтесь возле памятников, старайтесь этого не делать. Это духи, стихи, воды, недалеко море, я тоже именно просила показаться мне дух, а они тут же показались, то есть что при этом происходит, когда фотографируешь? идет расходование психической энергии, очень сильное, поэтому просто так из любопытства не делайте таких вещей, никаких фотографий из любопытства быть не должно. То есть я в свое время провела исследование, больше не фотографирую, ну то есть у меня сотни фотографий, это не одна, не две, сотни, понимаете? И так мы, и так, и такого ангела, и такие стихи, и такие, то есть все фотографируется, но все в таких виде шариков. А это шаман тоже фотографировал в Москве, видите, вот красная площадь фотографии, это считать уже и Грегор, набрал мощь, огромный, плотный, квантовый онкомаркер, то есть забирает у людей энергию, потом человек, пошли гулять куда-то, и вдруг раз, сник, человек сник, потому что кто-то забрал энергию, кто, вот такие вот сущности. Тоже 1980 какой-то год, Киев, Лавра, я, еще фотоаппарат тогда был такой пленочный, и я попросила, почему-то так не захотелось в этот момент, ну это мои учителя мне так, конечно, подсказали, думаете, что я там сама захотела, я попросила, а покажись мне тот Архангел, который эту церковь оберегает, охраняет, Ангел-Хранитель, я сфотографировала и все, а потом, когда проявила, увидела вот эти крылья, ну у меня и в тот момент появилось ощущение, как будто там что-то раз такое раскрылось, как вот, у меня было ощущение, что у меня какого-то присутствия, вот это действительно, ну так представляете, если сейчас другие совершенно фотоаппараты, тогда на пленочном фотоаппарате получается, что можно образ хорошо увидеть, видно прямо хорошо, что это Архангел с раскрытыми крыльями, вот я просила показать на небе Святой Дух, просила, Господи, покажи мне образ Святого Духа в виде голубя, тут же буквально, ну там две минуты и раз, прям как ниоткуда, как летит голубь, такой, а почему я просила, потому что я знаю, я его видела в Духе несколько раз, мне Господь открывал, когда все вот эти способности, вот это все посылал уже не один раз Святой Дух, поэтому именно Святой Дух в виде голубя, так как написано вот в Библии, когда крестили Иисуса Христа, то помните там, как описано, что спускался с небес Святой Дух в виде голубя, и его видел Иоанн Крестинский, я несколько раз видела уже, а это вот в тот момент, когда я голубя тоже сфотографировала, да, я попросила, я сразу так, ой, мне показали Святой Дух, в голове, я попросила, мне в небе сразу показали, я прошу, Господи, покажи мне свой лист, вот проходит несколько минут, тучи, вот так начинает сгущаться, вот эта синева, голубизна неба сгущаются вот для оттенка, видимо, серыми такими тучками, и вот этот лик светящийся выходит, понимаете, о чем это говорит, у вас всегда есть связь с Творцом, у детей Бога всегда есть связь с своим Отцом, понятно, если вы попросите, и вам покажут, как можно своими мыслями менять свою жизнь, прекрасно, очень даже можно, можно привлечь не только деньги, можно привлечь кукуру с определенным номером, в данном случае я привлекала с номером своего рождения, за две недели все это поступает сразу же, точно так, все цифры, я попросила отец-невеста, покажи мне, привлеки ко мне такую кукуру, пусть ко мне придет, чтобы были все цифры и какой-нибудь знак, вот сразу пришла такая купюра, тоже не больше двух недель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, если сложить все эти цифры до однозначного числа, будет 9, еще и знак ПИ, то есть, как пространство, все реагирует на ваши мысли, все, это вам просто даю, для чего? Для сознания, все, что вы думаете, это не только я, понимаете, все, что вы думаете, мгновенно запускается на реализацию, если вы думаете, что вы удачливые, запускается этот вариант вашей жизни, можно выиграть, вот такая, то есть, я участвовала в розыгрыше, писали записочки там с фамилиями, да, и потом ребенок вытаскивал эту записочку, там была написана фамилия того, кто выиграл, я себе представила, что там моя фамилия, то, что ребенок берет ручку, опускает этот лототрон, вытаскивает, и там я себе представляла в этот момент, что там записано мое имя и фамилия, так и произошло, но я в этот момент еще и просила ангела в удаче, что вам делать, чтобы вы могли себя правильно кодировать. Сейчас я прочитаю немножко, что вы мне написали. вот сейчас я тоже хочу сказать по поводу архангелы берут плату, берут, берут, какую, как вы думаете, у них должна быть энергия на то, чтобы реализовать ваше желание, у кого находится энергия, вообще, вся энергия, которой пользуется весь мир, и творца. Что надо делать? Надо просить творца дать энергию Святого Духа Архангелу, которым вы работаете. Никто этого не знает, никто этого не придерживается, я учу своих учеников так. И когда они это делают, у них прекрасно все получается. Архангел получает энергию от творца, и только тогда он вам поможет по вашей просьбе, если у него будет энергия, не будет у него энергии от творца, не даст ему творец эту энергию, если не даст, да, на эту, возьмет у вас, может вам помочь, но возьмет с вас за что-то, за что-то, что... а вы обычно как говорите? Хочу вот этого, что бы то ни стало. Понимаете? Готовы чем-то пожертвовать часто, вот чем готовы? Кто брал из вас кредиты? Вот кто из вас брал кредиты и ставил в залог, допустим, квартиру, там еще что-то, и как после этого реализовывалась ситуация? Вспомните, поставили в залог квартиру, не нужна, значит, она вам. Раз вы готовы с ней расстаться, вы в залог, то есть деньги, они что, куда вы их потратили, эти деньги? Да они же расходуются так же на то, на то, на то, это очень быстро все уходит, особенно если вы берете, допустим, на какое-то на дело, вам кажется, что вот вы сейчас возьмете на бизнес, заложите квартиру, на бизнес. Вот этого делать категорически нельзя, деньги тут же исчезают, их изымает космос, не нужна вам квартира, вы сами ее отдали, космос изымет из бизнеса любыми путями, или воровством, или еще чем-то. Никогда, если вы берете там на развитие бизнеса, ну, свою квартиру, где вы живете, никогда не закладывать, вот сколько ко мне обращалось, таких людей уже, уже не пересчесть, просто. Иногда бывает, говорят, а можно мне взять деньги, вот протестируйте, могу я взять деньги, в кредит, продать квартиру и вложить их куда-то в инвестицию, в очередной лохотрон. И что интересно, в этот момент люди искренне верят, что они там получат что-то. то есть настолько эгрегор вот того лохотрона действует на мозге, вот подсоединяется вот такими штучками, вот как вы видели, да, эгрегор подсоединяется к человеку, во-первых, они подсоединяются к мозгу, понимаете, и человек просто неадекватно мыслит. Вы же можете себя кодировать, написав вот такие слова и смотря на эти слова верь, цели, делать, судьбу, нужности, добро, заботься. Вот напишите такие слова, повесьте где-то эту картину и просто на нее смотрите, периодически кодируйте себя сами. Как определить действительно ли Архангел Михаил призвался очень просто. В этом мире кого позвали, тот и пришел. Понимаете? Если вы будете сомневаться, думать, что позвали Архангела Михаила, а пришел кто-то другой, Архангел Михаил уйдет и придет тот, о кого вы подумали последний. Все. Все просто. Ирочка написала, потеряла она квартиру и доход, помогая знакомым, до сих пор не может войти в русло. Ира, вы не одна такая. Недавно девочка была, тоже говорила, что она какому-то знакомому нужны были деньги, кредит взял ее папа, чтобы помочь тому знакомому. Естественно, все должны на девочек, ну, то есть на ее родных. Так обучает вселенная вас. Если вы думаете, что ой, пронесет. Вы говорите, знаете, как люди привыкли, они не понимают, что есть риск какой-то. Вот что-то, да, вложить куда-то есть риск. Но они всегда думают, это не со мной. Это где-то там у кого-то. Я сейчас быстренько оберну, ну, один разочек, вот один разочек сделаю. Нельзя изменить чуть-чуть. Понимаете? Это уже измена. Нельзя быть обмануть чуть-чуть. Это уже обман. Если вы знаете, что эта компания где-то уже делала так, что уже там потеряли на этом, вы подпудно подозреваете, что да, может случиться, никогда туда деньги не вкладывайте. Так. Сейчас. Давайте мы с вами, вот тоже картинка, где вы видите, как правильно, как правильно себя кодировать, свое подсознание. Писать надо. Смотреть надо на небо почаще, а не под ноги все время. Вот кто из вас смотрит в небо, в небо, напишите, вот кто-нибудь из вас есть такое, что любит смотреть в небо и подолгу это делает. Ну-ка, вставайте. Оксана смотрит. Хорошо. Татьяна любит смотреть. Смотрите почаще. Если смотреть в небо, не на солнце, а просто на небо, открываются вот эти вот каналы в глазах. Ну, естественно, что тогда прочищается. У нас что такое каналы в глазах? Ну, это у нас связь с этим миром. Прочищаются многие каналы внутри тела, в тонких телах прочищаются. Это только на пользу будет. Я не буду вам рассказывать много, но эта практика дает ну, вообще поразительный результат, если будете смотреть на небо. Так вот, некоторые шаманы, да, что они делают? Медитируют. Видите, то есть, как медитируют? Они не просто сидят, ничего не делают, а медитируют действием. Действием, то есть, внутри бурлит, эта энергия ходит, не просто, так, давайте мы с вами тоже немножко сейчас промедитируем, да, мы только промедитируем действием. Кто согласен, пишите, нет. Давайте. Все согласны, хорошо. Так, все, настроимся, да, немножко, немножко я просто, чтобы вы так настроились на медитацию. Садимся, удобно, я буду тоже сами делать, а как же. Стена прямая, глазки закрыты, закрываем глазки и просим. отец небесный, отец небесный, помоги, благослови, просьба. Я прошу сейчас, отец небесный, пошли дополнительную энергию святого духа, тем, кто участвует сейчас в медитации, в этой, дополнительную энергию святого духа, во все наши тела, тонкие тела, физическое тело, и вы сейчас все почувствуете, что вам заходит энергия. Вот начнется давление на макушку головы в какой-то части, вы это почувствуете. Мысленно начните вращать эту энергию сначала на макушке головы, то есть зашла к вам энергия, а вы начните ее закручивать по часовой стрелке, если вы смотрите сверху, как будто сверху, смотрите на макушку свою, над собой, и пусть как вот по циферблату, по часовой стрелке начнется вращение энергии. Пусть эта энергия опустится ниже в центр головы, опустится ниже, пойдет по позвоночнику, по центральному каналу в области позвоночника, и она будет очень медленно проходить, закручиваясь по спирали вниз. И вы все время будете ощущать эту связь с макушкой головы, и эта энергия опускается ниже, проходя через каждую из чакр, шестую, пятую в области горла, можете задержать ее здесь, хорошенько ее здесь, покрутить по часовой стрелке, опустить ниже. Зайдите в сердечную чакру, пусть так же будет вращение по часовой стрелке, вы видите, как вращается, как спираль, спираль имеет золотой цвет, опускаемся еще ниже, солнечное сплетение, немножко подержите, удержите в этом месте, опустим ниже, в области пупка, еще ниже вторая чакра, если у вас где-то возникает дискомфорт в это время, это значит там у вас больные места начинают проявляться, в области живота, давайте хорошенько поработаем с этой энергией, пусть эта энергия увеличится в объеме, хорошенько заполнит всю полость живота, войдет в кишечник, и вот расширится кишечник, это очень важное место, потому что там иммунитет ваш, и вы прямо вращайте по часовой стрелке, посмотрите, как заполняется весь ваш кишечник светом, вы можете его пропускать, двигать его по всей длине кишечника, вверх, вниз, вверх, вниз, можете прямо увидеть, что там энергия живая, живая, энергия святого духа сейчас зашла, ваше тело, ваши тонкие тела, и она проводит целительство, ощутите печень свою, запустите туда эту энергию, печень, желчный пузырь, переместите слева в селезенку, в поджелудочную железу, желудок, чем прочувствуйте, что вы наполняетесь сейчас, наполняетесь этой энергией, вы видите, что энергия поднимается по позвоночнику, теперь, выше чуть-чуть, как бы, ей хочется туда подняться, да, она чуть поднимется выше, дойдет до центра головы, и спустится вниз по передней части вашего тела, там тоже свои канала, пусть она опустится ниже, зайдет теперь во все чакры, которые будут у нее на пути, через шестую чакру, пятую, четвертую, третью, вторую, первую, там есть копчик, пускай хорошенько очистится, копчик от негативной энергии, какая есть, от привязок, какие там есть, если вы прочувствуете, вы можете хорошая чувствительность прямо увидите или почувствуете, как разрушаются какие-то чужие структуры, как они отпадают, утихает боль, духи боли уходят сейчас, а вы повелите, я отрекаюсь от вас, духи боли отрекаюсь от вас, выйдите из моего тела, отправляйтесь в свое пространство и время, откуда создано, почувствуйте, что вам становится легче, если где-то была боль, она будет исчезать, нервная система раскрывается, расслабляется, и вы можете опять поднять эту энергию по позвоночнику вверх до центра головы и опять опустите вниз по передней срединному канаву до первой чакры, а сейчас проведите эту энергию через ноги, через ступни и ниже, и пусть эта энергия пройдет в центр земли, в самое ядро земли, установите связь с ядром земли, когда коснется эта энергия ядра земли, вы увидите вспышку белый свет, белый свет такой яркий, сильный, соприкоснулся энергии творца, прошедшего через вас, эта энергия начинает подниматься к вашему телу через ноги, чтобы соединиться творцом через ноги, через позвоночник, через все тело, выходит через макушку головы, она заполнила частично ваше тело и частично ушла к творцу, а от творца опять пошла энергия к вам через макушку головы, через все тело, работает поток святого духа, очищаются клетки, восстанавливаются энергетические структуры, я не говорю, что я делаю, но я уже даже с вами работаю, восстанавливается ваш баланс, баланс энергии, сейчас почувствуйте, что вы наполняетесь такой силой, такой мощью, которая вокруг вас создаёт защитный кокон, кокон вращается по часовой стрелке, я устанавливаю вам на 24 часа, защита, щит, слава Богу, слава Богу, слава Богу, а сейчас сожмите ручки, кулачки, можете открыть глазки и не написать, а какие у вас были ощущения, что произошло с телом, что с телом стало? Лёгкость и захотелось спать, да, замечательно, конечно, когда человек наполняется энергией, да, с одной стороны, вот это успокоение наступает, как бы, да, невесомость, правильно Галя написала, почему, потому что уходят чужие энергии, и человек вот расслабляется, нервная система, наконец-то, хоть немножко передышка, а когда хочется спать, это уже, значит, человек что? Будет набирать энергию во время сна, это, это хороший тоже показатель, качала, как маятник, девала, это правильно, работа энергии шла с вами, там, где были боли, если что-то вы ощущали, такое болезненное место, ну, неприятное, в это время там энергия работала с вами, качала, как маятник, это тоже шла работа, вот мои девочки, дорогие, давайте мы теперь еще с вами немножко потестируем, да, то есть мы с вами сегодня, у нас тематика, в общем-то, о душах, да, о душах, посмотрите, что можно у вас протестировать сейчас, вот кто напишет, я буду, значит, протестировать, есть ли одиночество, женщина, вот скажите свою главную проблему, не надо все переписывать, не надо писать все свои проблемы, одну какую-то, мы сейчас узнаем, а где же причина, корень этой проблемы, в чем же, в чем же причина, чем вам надо работать, о, интересно, как она написала, смотрю на небо и вижу такие круги, только маленькие, да, так, а вот еще пишет, угу, вот, это, это видение открывается, Оксана, если смотреть на небо, можно видение открыть, так, что это такое, пишет Жданова Татьяна, черная полоса, что это за диагноз такой, я не понимаю, что у вас тестировать, вот я понимаю, когда девочка пишет, Галя, одиночество, да, я смотрю, скажу, информационное пространство, и смотрю, Галя, благослови, тестировать, Галя, причина, информация всех, где она в Гале, где есть информация, о первоначальной причине вот этого одиночества, которое озвучила Галя. Смотрю, причина в теле, да, в теле, будем смотреть, где, смотрим, женские энергии, поход впереди, ну, женские энергии, женские, да, есть, но причина в теле, в области головы, нет, живота, нет, в женских органах, да, в женских органах, а теперь смотрим, а причина, нет, у вас последствия, там, последствия чего, была порча в свое время, видимо, убирали, порча, последствия порчи, в женских органах, да, в матке, есть, в предатках, есть, последствия порчи, а проклятие, Галя, а проклятие тестируется, информация из тех, где на Гале, есть информация о проклятиях, когда возникли, год назад были, пять лет назад были, десять были, и во время вашего рождения, эти проклятия были, значит, что, родовые, да, родовые проклятия, по линии мамы нет, по линии папы, да, это по линии папы, второе поколение, да, третье, да, третьего поколения, родовые проклятия, по линии папы, вот это стало причиной, одиночества, Галя, Надо убирать. Естественно, что раз вы с ними ходите, вы их сами убирать не можете, потому что для этого нужны знания. А что-то еще, что препятствует Гале выйти замуж? И что-то еще есть. Я смотрю, у Гали личные есть какие-то причины? Есть личные. А личные порчи есть? Есть личные порчи. Когда возникли, год назад есть, 10 лет назад есть, 15 лет назад не было, 11 лет назад были, 12, 12 лет назад, ну, чем-то там, сколько-то месяцев, у вас была порча. У вас была порча на деньги и на любовь. Понятно. Вспоминайте, если сейчас вспомните, напишите, что с нами происходило 11 лет, да, и сколько я сказала назад. 11 или 12 лет назад, по-моему. Так. Жанна пишет, одиночество. Жанна. Информация из Кельгина. Жанна, где информация о первоначальной причине одиночества? Смотрю, причина в теле? Нет. Причина в душе? Да. Причина в душе. Причина в душе, смотрю, с прошлого воплощения есть? Есть. А второе воплощение назад есть? Есть. А третье? Нет. Второе воплощение назад души. У вас была там некая ситуация, которая привела к одиночеству. Какая ситуация? Обманы? Нет. Измены? Нет. Чёрная магия? Нет. А другие причины есть. Я смотрю, измена мужа в том воплощении тестируется у вас. Почему я легко тестирую? Во-первых, я уже сразу получаю информацию. Сразу. У меня идёт поток, а я потом начинаю тестировать уже. Во-вторых, тестирование действительно показывает стопроцентное. Можно вплоть до анализа крови протестировать показатели. Анализа крови. И это всегда соответствует. Вот что интересно. Почему? Потому что в информационном плане нет ни прошлого, нет ни будущего. Там всё находится сразу здесь и сейчас. Можно протестировать всё и обо всём. И мои ученики это умеют делать. Кто это знает, тот, кто владеет информацией, тот может управлять собой, своей жизнью, своей судьбой. Не владея информацией, вы не знаете, что вам исцелять. Вы не знаете, почему. А с Жанной как надо работать? Выходить. То воплощение души. Два воплощения назад. Находить там ситуационную, эту причину. Посмотреть её. Там разрешить эту ситуацию. И потом после этого только она будет здесь разрешена. Через осознание. Нельзя сделать вот так. И всё сразу исцелится. Никакая бабушка вам это не сделает. Никакая. Это только. Жанна, надо увидеть. Самой. Как это сделать? Это надо погрузиться. Увидеть медитацию, да, в такую. Увидеть вот это вот воплощение. Увидеть картинки, сюжеты. Услышать, что вам там говорят. То есть начать там общаться. То есть это душа будет делать. Естественно, что если вы сами не можете, вы можете прийти даже ко мне на консультацию. Почему? Потому что уже много таких случаев, когда нет, вот смотрите, я тестировала одного, второго, третьего, и у кого не было информации о душе именно проблемах в прошлых жизнях. В основном здесь. А вот у вас в данном случае там, в прошлой жизни, надо смотреть оттуда. Там корень проблем. Первая причина. Всё остальное следствие. Ужанны одиночества. Формация стегиона, Жанна, есть причина одиночества. Причина в теле, да, есть. А внешние воздействия, нет. Причина в теле, смотрю, Жанна. У нас полярность и в паху. Мужская полярность. У Жанны мужская полярность. Жанна, что такое мужская полярность? Вот вы знаете, что есть мужчина, есть женщина. И у каждого свои энергии, да. Вот в паху, вот именно там, где половые органы, есть такая конструкция определенная. У женщины она должна весь нести женский заряд, у мужчины мужской. Бывает, что она переворачивается. И тогда получается, то есть как магнит, плюс и минус должен быть в определенном положении. Иногда она поворачивается, если она поворачивается, женщина несет мужские функции, то есть заряд мужской. Ну, а какой другой мужчина, нормальный мужчина, да, будет вот с этой женщиной, отсталкиваться он будет. Его энергетика будет отсталкиваться. Не может эта женщина притянуть тогда мужчину. Либо она может притянуть себе мужчину, тоже переполюсовно, тоже с другим зарядом. Вместо мужского у нее будет женский заряд. Мы посмотрим сейчас у Жанны. Еще раз. Причина одиночества. На полярности, походу, мужская. Когда Жанна родилась, вот, у нее уже была мужская полярность, вы с этим родились. Во время беременности вашей мамы у вас была мужская полярность. Полярность, изначально. А вот причина этого, почему это было, смотрим. Во время беременности? Нет. Во время зачатия? Да. Сильно, наверное, хотели мальчика. На генах записалось вот это желание, сильно хотели мальчика. Вот в этом вся причина же. Жанна, это можно исправлять. Надо просто сделать перезапись. Иначе вы так и будете одна сидеть, понимаете, в чем дело. Просто это реальные случаи. Бывают такие причины, бывает порча, бывает что-то еще. А вот у вас конкретно энергетическая структура, которая должна иметь определенный заряд, вот, допустим, она должна стоять вот так. Она взяла и вот повернулась. Понимаете? То есть мы же не только физическое тело. Помните, с чего я начала? С того, что мы, когда воплощаемся, мы обрастаем тем энергией, тонкими силами. Если они правильно расположены, то все в порядке, так, как положено. А если вдруг родители, вот там уже вся пошла структура на воплощение девочки. А родители начинают мечтать про мальчика. И мама начинает представлять, вот рукой будет мальчик, вот как он будет себя вести, вот какой он будет такой, вот такой. И вдруг рождается девочка, потому что заложено, творцом было родиться девочки. А мама уже его перестроила. Когда мама ходит беременная своим ребенком, она может заложить туда цвет волос, кудрявость может заложить, понимаете? Цвет кожи может заложить. То есть, представляете, вот реально, это реальные вещи. Почему я даже знаю реально? Потому что даже, когда я вот ходила, я тоже беременна, я представляла себе свою дочку вот именно такой. Вот как я представляла, вот такой она и родилась. Так. Алена. Боль в копчике. Это сейчас или всегда? Я так думаю, это проблема, которую вы хотите решить. Смотрим, Алена. Информация серьгино-обвалюна, здесь информация о боли в копчике. Есть такая боль. Причина? Есть. Причина в теле? Нет. Причина внешнего воздействия? Нет. Извините, нет. Причина в тонких телах. В тонких телах. Что? Перемещения тонких тел? Нет. Переворот. Перевернуто. Где перевернуто? В области спины? В области копчика, да. Перевернуто тонкое построение в области копчика. Значит, его надо просто поставить на место. Алена, вы сами это не сделаете. На консультацию идите поставим. Потому что его надо увидеть, во-первых. Мы с вами посмотрим. Во-вторых, поставим, протестирую я уже опять. И я вам хочу сказать, что у каждого человека есть программы. Программы. Достаточно эту программу очистить. Очистить, и она будет работать. А если программа, вот как в компьютере. Испортилась программа. Хотя, где она тут записана? Непонятно, да? А программа не работает. Вот как понять? Как ее изменить? То же самое у человека. Работа идет с генетикой. Вы понимали. Все работает на уровне. Вот тонких конструкций плюс генетик. Это можно увидеть. Человек, обладающий видением, это видит. Оля, нет детей. Вот интересно. Вот я люблю, когда такие случаи. Оля говорит. Информация с тех, где на поле. Здесь информация о причине нет детей. Такой причины нет. Информация с тех, где на поле. Здесь информация о причине ее партнера. Информация с тех, где на поле. Информация с тех, где на поле. Где есть нарушения в теле. Так, вот так у вас идет, нарушения в теле, нарушения в теле у Оли, да, личные, нарушения в маске нет, нарушения в предатках, скорее всего, информация из телевизии на волях есть нарушения в предатках. Физические нарушения в предатках, да. На эфирном теле есть, на астральном есть, на тонких структурах не так, то есть на эфирном больше, на эфирном. Хорошо. А у самого партнера нарушения? У вас у партнера есть нарушения, Оля. Причина не только в вас, но и в партнере. И все это в конструкциях тонких. Смотрим. Оля. Смещение. Есть смещение. Смещение предатков. Да. Куда? Я смотрю. Справа впереди, сзади. Справа нормально. Смещение. Переворот. Разворот. Разворот. У вас идет разворот предатков. То есть не переворот вот так. Переворот нет. Разворот. То есть вот должна стоять вот так вот, допустим, какая-то конструкция. Вот она вот так развернулась. Это тоже, это все убирается, Оля. Это все убирается, это я умею делать. Почему я умею это делать? Я этому училась. Училась я этому у Гуляева Эдуарда Александровича, если кто-то слышал эту фамилию. Эдуард Александрович получил премию признание, мировое признание за метод полярной медицины, которым я владею. Метод полярной медицины. За этот метод ему дали премию мира. В России признали лучшим целителем. В Оксфордском университете там дали премию. А кому попало, там премии тоже не дают. Понимаете, он был признан за вклад в науку лучшим целителем в свое время, в каком-то году. И у него очень много наград именно за вот эту полярную медицину. Она действительно делает чудеса. То есть работа идет с генетикой на уровне воздействия на гены на волновом уровне. Если очистить ген, то изменяется полностью энергетика человека. Например, ген там отвечает за состояние какого-то органа, управляет функционированием какого-то органа. Вот если ген этот нарушен, орган нарушается. Там уже процессы нарушаются. Есть отдельные гены, которые управляют, вот вы знаете, там цвет глаз, да, например, как будет выглядеть рот, то есть генетически переданное, да. Какие-то гены управляют там за конструкции определенные. Так вот есть гены, которые нарушились, да, вот конструкция или там расположение органов. Все. И орган уже теряет энергетику, он не может выполнять свою функцию нормально. Надо достаточно только поработать с этим геном. Но я знаю, как это делается. Мы сейчас будем с вами... А, ну, немножко позже потом скажу. Давайте пока еще... Ну, Галина, просто здоровье, я не тестирую. Надо конкретно говорить, что конкретно. И Таня, Жданова, затруднения во всем. Ну, это тоже. Заголи не надо. Надо писать, даже если я протестирую, вот Таня, информация из тех, где она в стране, где есть информация, но у нее есть. Вот так идет реакция затруднения во всем. Первопричина. Есть? Есть. Причина в теле? Есть. Причина в теле? Есть. Причина в теле? Нарушение в чакрах? Есть. А первоначальная причина? Есть. Первоначальная причина внешнего воздействия? Нет. Не внешняя. Это последствия всех. Смещение тонких тел. Таня, я вам скажу, какое тело у вас смещено. Четвертое тело смещено. А четвертое тело, это соответствие четвертой чакре, сердечной. Вот там у вас идет смещение. Ставить на место надо. Придете на консультацию, поставим на место. И уйдут затруднения, что интересно, во всем, как вы говорите. То есть по вот этой характеристике тестируется вот это. Но вообще на консультацию, что мы делаем? Полное энергетическое тестирование. Я смотрю, если смещены тела, ставим на место. Если там есть порчи, убираем. Какие-то проклятия, если тестируются, тоже мы убираем. Это все работа на энергоинформационном уровне. Те знания, которыми владею я, владеют единицей людей на планете Земля. Единицей. Поэтому, возможности у вас есть прийти ко мне на консультацию. Я никого не уговариваю. Я вам показываю возможности ваши. Кого попало еще, ко мне творец просто не допустит. Придут только те, кто готов. Готов изменить свою жизнь. Готов бросить вот то, что его тянуло столько лет. Готов изменить свою ситуацию. Кто не готов, будет продолжать дальше барахтаться. Понимаете? Когда готов, говорят учениц, приходит учитель. Когда готов исцелиться человек, приходит исцелитель. Не готов? Идите дальше. Идите еще пострадайте. Тогда будете готовы. Обязательно придет тот, кто вам поможет. Понимаете? То есть, поэтому вы на сегодня примите для себя решение. Вы готовы еще страдать? Нет? Значит, приходите. Катя. Стоит операция на глазах. Ну, с результатом. Как в таких случаях? Вот если предстоит человеку операция. Обычно нужно подготовить человека к операции. Вот девочки должны были делать. Она не могла забеременеть. Там по таким вот причинам определенным. Что делали вот такую пересадку. Да? Ей, чтобы прижился. И вот она сколько ей делала, все время отслаивалась. То есть, она никак не могла удержать. Удержать ребенка. То есть, отслаивалась. Буквально какой-то период. И происходил выкидыш. И вот ей посоветовали прийти ко мне на консультацию. Вы представляете? То есть, у нее все было замечательно. Все прошло хорошо. Ничего не отслоилось. И все она забеременела. И все у нее выносило ребенка. То есть, вот этот момент. Если вы готовы. Вот если вы готовы, у вас все получится. А если вам все равно, какое у вас здоровье и что с вами происходит. Ну, будете ждать времени, пока не будет все равно. Пока наступит какое-то состояние, когда вы решите, что надо. Тогда будет другой человек. И вот. Понимаете? Кто-то должен все-таки с вами поработать. Если вы сами до сих пор не справились. Так что, если вы хотите, Галина, обеспокоитесь, да? По поводу операции. Нет, Катерина. Катерина успокоится. То приходите, мы с вами подготовим просто вас к операции. Все пройдет хорошо. Так, когда крестцет энергетический можно поставить? Конечно, можно. Если энергетическая проблема, то можно поставить на место. Всегда. Что такое смещение? Вот у вас есть тело физическое. И как матрешка много тел, да? То есть, эти тела могут сместиться куда-то. Перевернуться. Вот так вот. Из-за этого возникает болезнь на самом деле. Но они-то не сами по себе сдвинулись. Они сдвинулись в результате каких-то порчей. Надо сначала порчу эту убрать. Какие-то привязки. Привязки надо убрать. Это не так, что вы думаете. Я сказала, и все. Работа. Это работа. Убирается порча, вот эти энергетические сбудки. Что такое порча? Это кто-то. Какую-то мыслеформу с даданной программой. Сунул вам в тело тонкое. И она уже там живет. И она разрушает. Вот что такое порча. Она оттягивает энергию от человека. С ней ходить долго нельзя. Порча она сначала на тело, на какую-то окружающую среду, на бизнес. Она на всю действует. Она же питается. Много шишек на голове. О, Алия. Интересно. Я не сталкивалась с шишками на голове. Сейчас посмотрим. Алия. Информация стерги. Навалидит информация о причине вот этих шишек на голове. Хорошо тестируется. Причина есть. Причина в теле нет. Причина была внешнее воздействие. Внешнее воздействие были порчи, да. Проклятий не было. Были порчи. Год назад были. Десять лет назад были. Пятнадцать лет назад были. А во время вашего рождения были. Родовые. Это родовые порчи были. Переданные по линии мамы, да. А по линии папы, нет. Переданные по линии мамы. Второе поколение, да. Второе поколение. После мамы от бабушки переданы. У вашей бабушки какие были проблемы там. Вот у вашей бабушки. Вот. По линии мамы. Вот она есть. А прабабушки нет. А причина. Вот что произошло у нее. То есть убирать надо сначала у нее. Даже если она не жива. То есть все равно убирается. Генетически. Что у нее там произошло. У нее появились порчи. Порчи связанные с семьей. С деньгами нет. Порчи связанные с семьей. Привороты. Смотрю от ворота. Нет. У нее появились порчи вместе с проклятиями. Но на вас проклятие не перешло. А прошло. Перешли вот как порча прошла. А проклятие не тестируется. Родовое проклятие. Нет. А родовая порча. Да. Убирать надо родовую порчу. Вот вся причина шишек. Шишки это последствия. Понятно? Ну что. Протестируем еще. Высокое давление. Ну вы его не можете сбить. Или у вас. Не того сейчас посмотрю. Причина высокого давления. Теле. Нет. У вас тоже внешнее воздействие. А внешнее воздействие людей нет. Атмосферное давление нет. Планеты нет. Внешнее воздействие тестируется. Воздействие сущности. Восточности вызывают это давление. Подселение. Да. Подселение людей нет. Подселение астральных сущностей. Да. Вам вызывают. Это подселение. Тоже надо убирать. Так. Да, Таня, пожалуйста. Так, Оксана. Я живу в Киеве. Все приемы я веду через интернет, через скайп. Танечка вам дала мои данные. То есть вы можете выписать счет. И потом через Татьяну вас со мной свяжут. Все это мы будем по скайпу общаться. Уже всех вроде протестировала. Друзья мои, вот хочу вам еще показать такую вещь. Когда мы хотим изменить свою жизнь, нам надо что-то делать. Да. Просто так оно не меняется. Первое, что надо сделать, запланировать. План поставить. План какой? Может быть на год. Знаете, как пятилетки делали планы. Тоже замечательно. И вот этот план надо изобразить где-то. Нарисовать его. Какие-то фигуры. Приклеить. Карту желаний делать. Вот я это делала давно, давно, давно. Я много лет это делаю. Наверное, 20 лет, наверное, уже делаю эти карты желаний. Никогда про них никто не знал. Я просто однажды нарисовала то, что я хотела. Да. И поработала с этим ментально, энергетически поработала. Просто, понимаете, я уже родилась с этими знаниями. Понимаете, в чем дело? Я родилась с теми знаниями, которыми сейчас пользуюсь. Они у меня с рождения, то есть с прошлых воплощений уже были. И более осознанно с этим работаю. Потому что я знаю, что я в детстве могла представить что-то, и это получалось. Я могла что-то, вот допустим, бывало, и не один раз у меня такие вещи были, что я сплю, вдруг я вижу там аварию какую-то с родственниками. Ну, обычно как, беспокоишься о родственниках, да, я вижу, или там знакомых было не один раз. И я видела, как там авария, бывало, что и с летальным исходом. Вот я прямо мысленно начинала менять ситуацию. Вот прямо там, во сне, прямо во сне изменяла, изменяла, изменяла. И потом вот авария происходила. Но настолько безболезненно. То есть она никуда не девалась. Положено было на информационном плане, она уже была записана. То есть она была чуть-чуть, там два, как говорится, коснулось, и люди оставались всегда живы. А я могла видеть во сне, что там вообще был ужас. Но всегда меняла эту ситуацию. Если видела, всегда меняла. Я, вы знаете, вот всегда стараюсь, если я вижу, что плохо у человека, что какое-то будущее плохое, да, допустим, там порча такая или еще что-то, я уже стараюсь всегда поменять это. Потому что, хотя говорят, нельзя влазить, да, без просьбы. Но я уже пришла к выводу, что иногда, если Господь показывает такое, значит, надо помочь человеку. Надо помочь. То есть помогаю всегда. Так вот, чтобы изменить свою жизнь, надо ее нарисовать. Арисовать. Допустим, вы хотите благоприятный год, куда-то поехать, что-то купить, что-то купить себе хотите, да. Вот делаете такую карту желаний, как я когда-то делала. Я каждый год теперь делаю. Я делала такие мастер-классы. Вот сейчас я вам предлагаю, да, сделать карту желаний. Вот этот мастер-класс у меня стоил 3500 рублей. Вы можете сделать его вместе со мной, заполнить карту. У вас все обязательно в течение года исполнится. Но вы можете и самостоятельно купить просто запись одного тренинга, вот по такой карте, которая будет стоить для вас 990 рублей. Просто это первый был тренинг, а то, который 3500, это вот я делала отдельно. Своей группе там делала, то есть отдельно был второй мастер-класс. Вы его можете вместе со мной сделать. То есть я тогда буду с вами участвовать, помогать вам. А если вы хотите сами, пожалуйста, запись тренинга, практика, 990 рублей. 100% у вас все исполнится, все, что вы запланируете. Ну, не буду сейчас тут рассказывать ничего. Я делаю там тренинги. Если вы захотите вообще обучаться тому, что я знаю, обучаться полярной медицине, обучаться работе с энергиями, обучаться работе со Святым Духом, пожалуйста, можете связаться с Татьяной, написать, что вы хотите обучаться. Здесь нет никакой ссылки сейчас на обучение, это я вам даю дополнительную возможность. Можете прийти ко мне на обучение, но я еще посмотрю, буду я кого-то брать из вас или нет. Почему? Обучение проходит в записи. Я смотрю на этого человека, какой иерархии он принадлежит. Если вы из иерархии Бога, я беру вас и забучайтесь. Там идет сначала в записи, потом есть встречи личные, где я передаю тайные знания. Если вы из иерархии дьявола, я вас не беру. Все просто предельно. Понятно? То есть есть такая возможность. В результате обучения, конечно, вы очень много будете уметь и знать. Читать ничего не буду. Кто захочет обучаться, будет информация дана, будет ссылка дана на сайт, посмотрите потом. Так, ну а сейчас я хотела вам сказать. Галина говорит, если вы меня пропускаете, значит, я не готова. Я уже вас прочитала. А я вас пропустила. Оксана Валерьевна, игнорируйте меня. Нет, не игнорирую. Не успеваю всех посмотреть, потому что людей-то все-таки немало. Да, то есть те же хотят. А если вы... Оксана, я вас не один раз смотрела уже, так? Галина Евсеева, не знаю, смотрела ли я вообще. Что вы хотели бы узнать, сейчас мне еще раз напишите. Оксана Валерьевна, я вас тестировала уже. И не один раз, так. Вы только пишите, Оксана, что я вас не тестирую. Лучше проблему свою напишите. Я пропустила где-то вверху, но я же не возвращаюсь, понимаете? Вот у меня чат идет, 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 идет. Где-то я вас не увидела, все. Значит, еще раз напишите, если вы уже так сильно хотите. Обучение стоит, Неля, там есть несколько вариантов, да? То есть идет первый пакет 4 900 рублей. Потом идет более серьезный, мощный, очень мощный пакет. Его общая стоимость 14 900. Если индивидуальные, то там индивидуальные личные встречи, то там будет дороже еще. Поэтому вам дадут ссылку, вы посмотрите. Галина, я вам сказала, здоровье заголит. Я не тестирую. Напишите, что конкретно по здоровью. У вас что-то болит вот это. Я протестирую причину, почему болит вот это. Потому что здоровье заголит, у вас много причин. Это болит от того, это болит от того, это болит от того. Поняли как? Я вам это уже, кстати, говорила. Просто здоровье мне никто не пишите. Пишите, что болит. Я еще вам вот сейчас уделю это внимание, да, чтобы вы успели мне написать. Так, претензии Оксана Валерьевна я ни от кого не принимаю. Понятно? То есть претензии к творцу, если вас может быть творец не допускает или еще чего-то. То есть не надо мне сто раз писать, что я вас не смотрю. Надо написать, что конкретно вас беспокоит. Понимаете? Кто предъявляет к людям много претензий, что мы говорили обратное о связи? Значит, претензии у творца к вам много претензий. Значит, вы что-то не готовы именно к творцам. Какие-то у вас несоответствия идут. Поймите это. То есть никогда не виноват кто-то другой. Надо смотреть на себя. Оксана. Формация всех. Еще раз пишу. Отпадает желание к действию. Но Оксаны, да? Я не понял, Оксана. Вы меня извините, но я не могу понять, что вы хотите. Вы напишите конкретно. Смотрю, Галина Евсеева. После операции болевой эффект. Ну, конечно, операция. На чем операция? Понимаете? На чем операция? Информация с тех генов Галины есть причины болевого эффекта. Есть. Смещение тонких тел. Да. Смещение тонких тел. Смещение того органа, который был на операции. Вот и все. Вот ваш болевой эффект. Поставить на место соответствие физического тела и тонких тел. И здесь этот эффект болевой уйдет сразу же. Галина, да. Удалили желчный. Вот теперь мы посмотрим желчный, Галина. Вы научитесь всегда правильно ставить вопрос. Понимаете? Вы всегда пытаетесь вот как бы вот так написать. А человек, с которым вы общаетесь, вот так же во всем происходит в жизни. Всегда надо конкретно и четко ставить вопрос. Смотрим. Желчный удалили. Хорошо. Правильно? Поэтому и будет болевой эффект. Желчного нет, а тонкое тело в результате операции сместилось. Оно же никуда не делось. Продолжает выполнять функции. Продолжает. Оно не... Тонкие тела желчного вашего не изменились. В результате того, что было повреждено что-то там уже на эфирном теле, повредилось физическое тело, да, желчного. Что происходит? Те тонкие тела, которые остались... Да какое осталось? Тоже эфирное, но осталось. Но поврежденное. Удалили-то только физическое тело. А эфирное осталось поврежденное. Его надо просто поставить на место. Дать туда энергии, залатать его, так сказать, да, определенным образом энергетическим. И все, перестанет болеть. Понятно, Галина, что надо сделать? Так. Оксана, вы написали, отпадает желание к действиям. Это у вас причина, то есть это вас беспокоит, отпадает желание к действиям. У вас каким действием отпадает желание? Еще раз, ну, поймите мне, пожалуйста, потому что я, ну, не могу немножко понять в данной ситуации. Так, Ирина, женские болезни конкретно? Ирина. Информация всех, где она в Ирине, здесь информация о причинах женских болезней. Причина в теле, да. Я смотрю. Первоначальная причина. В теле, да, в теле. Смещение тонких тел. Есть, есть. Есть смещение. И есть нарушение полярности. Полярности какого органа? Да. И нарушение матки есть в полярности. И придатки. Есть нарушение. А самая первоначальная причина есть. Внешнее воздействие нет. А именно в теле. Значит, что это в теле могло возникнуть? Паразитарная была в свое время инфекция. Вот и все. И оттуда все это пошло, те женские болезни. Я смотрю, вирусная? Нет. Именно паразитарная. Ира. Оттуда надо искать сначала причину. Потом поставить уже на место смещенное ваше перевернутое там что-то. Ну, это уже как следствие того, что была паразитарная инфекция. Друзья мои. Ну, Сара про камни в желчном. Ну, давайте посмотрим, есть ли у Сара самый большой камень в желчном пузыре. Один миллиметр, есть. Два миллиметра, есть. А три миллиметра? Три миллиметра, нет. Самый большой у тебя два миллиметра. Да, Галина, удалили желчный, но я уже с вами сейчас посмотрела. Так. Леночка спрашивает, будет ли мужчина у меня еще? Леночка, я гаданием не занимаюсь. Это не гадание. Я принимаю информацию с информационного плана. Так. Хочу начать личное дело. И почему-то много препятствий. Так длится много лет. Вот Оксана Валерьевна, вот теперь конкретика. Вот я смотрю у вас. Информация Сергея Новоксана, есть информация о причине вот этих препятствий есть. Причина внешнего воздействия нет. Причина внутренняя, да, внутренняя. Причина в теле нет. Мысли формы, мысли образа. Наследственная нет. Причина внутренняя, тем не менее. Обиды. Обиды. Вот и все. Это даже не мысли форма тестируется. Вот, а обиды тестируются. А другие, вот, а другие не тестируются. Почему? Потому что я говорю, что получаю информацию вот как бы сразу, да, и мне сразу раз слово показали. Обида. Обида на мужчин? Нет. На женщин каких-то. Вот найдите, пожалуйста. Ну, то есть не будем уже тестировать. Заходите, мы дальше будем уже потом работать с вами. Найдем, что это за обиды. Мы проработаем это. Откуда они вообще возникли? А интересно. А из прошлой жизни? Нет. Это в этой жизни. В этой жизни. Так, мои дорогие, я уже сама просто немножко подустала вас всех тестировать. Все остальные, кто смог, кто что-то получил, не получил информацию, вы уже поняли и осознали, что получить можно любую информацию. Работать можно с любой информацией, потому что вся наша жизнь – это что? Информация плюс энергия. Когда мы меняем информацию, зная, как это делается, меняется энергия и меняется жизнь. Ко мне приходят. Изменения происходят сразу. Я вам хочу сказать – сразу. Вот девочки, бывает, сразу меняется ситуация с работой. Сразу меняется ситуация со здоровьем. Болело-болело сердце, сразу после консультации прекратились боли. Там что-то болело-болело, после консультации сразу это прекращается. В консультации обычно я говорю один раз, не надо там десять раз ко мне приходить. Те, кто вам говорят, что надо. Вы знаете, был недавно случай, мне сказали, просто одна знакомая. Сказали женщине, что у нее смертельная там какая-то порча. И требуют с нее 160 тысяч за то, что они будут отмаливать. Понимаете? Как вы думаете, Господу надо сколько времени, чтобы спасти эту женщину? Десять сеансов, что ли, чтобы снять смертельную порчу, если эта женщина хочет ее снять, если она осознала, почему эта порча вообще вошла в ее жизнь, почему вообще все это произошло. Да не надо. Одного сеанса достаточно. Вот один сеанс, на котором надо найти причину, почему с вами что-то случилось, изменить ее, эту причину, осознанием, осознанием своим, энергетической работой, которой я работаю, изменить последствия вот той ситуации, которые в теле у вас сложились. И все. И не надо десять сеансов. Когда говорят десять сеансов и несите там сколько-то тысяч долларов, это шарлатаны говорят. Понятно? А вы наоборот делаете. Вы думаете, что вот это, если берет столько денег, наверняка поможет. Вот кто вот столько берет по десять сеансов, это шарлатаны, самый настоящий. Бог работает напрямую. Один раз. Все понятно? Дорогие мои, кому надо, кого Бог допустит, кого допустит. Придете, будем работать. Желаю всем здоровья. Желаю вам удачи. Девочкам выйти замуж, найти хороших мужей. Пусть эта программа работает у вас. Счастья. До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...